Здравствуйте, уважаемые телезрители Живого Телевидения! Сегодня у нас очередная встреча в программе «Букинг». Сегодня у нас в студии находится Аркадий Ровнер. Здравствуйте, Аркадий! Добрый день! Рад вас видеть в нашей студии. Но прежде чем мы начнем беседу, разговор о творчестве Аркадия и о его взглядах, я хотел бы несколько слов сказать о этом замечательном, как мне кажется, поэте и писателе. Аркадий сочетает в себе вещи, которые редкому человеку удается сочетать воедино в своей жизни. Насколько я понимаю, Аркадий, вы не просто писатель и не просто поэт, но вы закончили философский факультет, вы философ. И я бы назвал... кто-то назвал вас мыслителем, но я бы скорее назвал вас искателем. Вот то духовное учительство, которое вы осуществляете, оно происходит все время, как я понимаю, в движении. Оно происходит в движении, даже чисто просто географическом движении. И вам удалось повидать много мест на нашей планете, увидеть многих людей, побеседовать с ними, понять этих людей, и одновременно постоянно находиться в некоем особом контакте с небожителями. И, наверное, не случайно вот эту книгу вы назвали «Небесное селение». Я видел такое название однажды, точнее, даже занимался такой книгой, которую сочинил Стейнбек, американский писатель, у него называется «The Heaven's Pastures», «Небесное пастбище». Но в своей книге Стейнбек рассказал читателям о некоем мире, который, как мне удалось выяснить, это тот свет для мира Лоренса. Вот если у Лоренса это был этот свет, то в небесных пастбищах у Стейнбека это был тот свет. И вот в каком-то смысле эта книга находится в какой-то параллели с тем, что сделал в свое время Стейнбек. Но только здесь все это на русской почве, и, насколько я понимаю, здесь присутствует парафраз Салтыкова Мщедрины. Вот это для меня было просто удивительно, по той причине, что я просто не представлял себе, что один и тот же человек может сочетать возвышенную лирику и вот такие сатирические экскурсы, философско-сатирические экскурсы, которые мы находим в этой книге. Как вы думаете, вот мои измышления по этому поводу имеют какую-нибудь почву под собой? Вы знаете, у меня свои собственные измышления по этому поводу есть, и они меняются каждый день. Да, там есть город Дуракин, естественно, вымышленный, где начинается и заканчивается действие. История города Глупого вспоминается, да? Ну, наверное, да. Я ни разу не вспомнил Салтыкова-Щедрина и, соответственно, Лоренса или кого-то еще. Еще эта книга навеяна потрясающей книгой, написанной Рене Дамалем где-то во время войны Второй мировой. Она называется «Гора аналог». Если вы не читали, то очень рекомендую. И эта книжка, конечно, отталкивается прежде всего от Рене Дамаля. Но также, конечно, здесь и Жюль Верн есть, и, наверное, очень много чего другого. И события действительно происходят здесь над небом голубым, а не под небом голубым. Это рассказ о путешествии провинциального ученого, археолога в страну Небесного архипелага, где он переплывает с одного острова на другой и проходит некий путь, некий опыт внутренний и внешний. Ну, это последний мой вышедший роман, и пока не вышло ничего другого, он еще живет во мне. Еще мне хотелось бы сказать несколько слов по поводу определения, которое вы мне дали. Вы сказали, что я принадлежу к искателям и в то же самое время занимаюсь учительством. Очень трудно одновременно искать и вести людей, поэтому я уже вряд ли ищу что-либо. Я разрабатываю определенную тему, с которой я работал 10 лет, и которую последние 2-3 года я просто разрабатываю, ну, скажем, мировоззренчески, метафизически тему состояний. Я пробую так и этак представить эту категорию. Вы имеете в виду состояние? Да, именно состояние. Ну, есть категории добро, справедливость у Сократа, у Платона, есть категории времени, пространства, мир и так далее. Но нет категории состояния. Ее нету в философии, ее нету ни в околофилософской литературе, ни древней, ни современной. И, тем не менее, это понятие намного интереснее, чем многие другие, хотя такое же неопределенное. Ведь мы не можем ничего сказать в ответ на вопрос, что такое время. Или что такое становление. Или что такое Бог. Мы ничего, мы не имеем. Также мы не имеем, когда задаем вопрос, что такое состояние. Хотя мы знаем, есть состояние хорошее, плохое, низкое, высокое, пограничное. Кое-что мы знаем о состоянии. Но вот дать ему определение мы, слава Богу, не можем. Вы знаете, это парадоксально выглядит, но я знаю, что вы являетесь основоположником института культуры состояний. Там не просто, там речь уже идет не о состояниях, а о культуре состояний. И я не раз убеждался в том, что представление о состояниях широкими кругами разошлось в русско-интеллигентной и читающей и пишущей среде. И вот даже недавно на одной из передач Владимир Герцог, поэт, когда я ему задал вопрос о поэзии, он кратко ответил, что поэт передает читателю свое состояние. То есть это уже некий прикладной аспект того, о чем вы говорите в гораздо более общем смысле. Да, поэт стремится передать, иногда ему удается это очень точно и прекрасно. Ну, вообще, состояние – это то, что занимает все мировые религии, все виды культуры, искусство. Но, собственно говоря, состояние – это нечто такое, чем должен заниматься человек постоянно. Это его святая обязанность заниматься культурой своего состояния. Да, вот всякое определение, оно ограничивает термин и делает его прозрачным. Делает его непрозрачным. Вот культура состояния – это уже гораздо более понятная вещь, чем просто состояние. Культивировать состояние. Есть состояние грубое, есть состояние культивированное. И культура связана с неким качеством, обработкой, обработкой слова, обработкой кристалла. И состояние также нуждается в работе, внимании. И есть, конечно, градация, есть иерархия состояний и так далее. Да, это очень интересно. И вот в связи с этим я держу в руках книгу, которую вы принесли с собой. Я ее хочу продемонстрировать нашим зрителям. Эта книга называется «Пеленание предка». И в ней есть и рассказ с этим названием, который тоже называется «Пеленание предка». И который, мне кажется, для понимания состояния, если кому-то повезет иметь эту книгу, это имеет прямую связь. Сам этот рассказ «Пеленание предка». И рассказ является неким солюберогенным рассказом. Вот так бы я сказал. Ну, то есть, может быть, нечто патогенное, а может быть, противоположное патогенному. Это всем понятное слово – солюберогенное. Значит, патогенное – это тот, который вызывает нездоровье, а солюберогенное – это то, что, напротив, вызывает здоровье. Так вот, мне кажется, «Пеленание предка» – это как раз один из таких солюберогенных рассказов. Он имеет некое прямое психологическое назначение при обращении к читателю. И очень точно передает состояние, о котором мы говорим. Как вы сами относитесь к такому рассказу? Я сейчас не говорю о такой книге, как «Небесное селение», где затрагиваются другие стороны нашего внутреннего бытия. А вот как вы относитесь непосредственно к типам прямого воздействия на человека, как в рассказе «Пеленание предкам»? Ведь нельзя, я когда читаю этот рассказ, я не могу отделаться впечатлением, что он на меня воздействует. Вы знаете, ну, сугестия присутствует, давайте даже назовем это магией. Магия присутствует в жизни повсеместно, общение друзей, общение влюбленных, дружеское застолье, производство, конторы всевозможные. Везде присутствует та или иная магия, та или иная форма воздействия человека на другого человека или на группу людей. Этот рассказ, как, впрочем, многие написанные мною, в значительной мере взят из сна, из сновидения. И сновидение было настолько объемным, настолько сильным, что, видимо, впечатление на меня было очень сильным. Видимо, я сумел передать то, что почувствовал сам. Это рассказ о группе духовных практиков, которые не принадлежат никакой оккультной эзотерической школе, которые очень мало говорят о своих идеях и постоянно занимаются незаметной работой с собой, индивидуальной и групповой. И вот, насколько вы помните, в этом рассказе группа выезжает куда-то в Подмосковье, состояние акселерируется некоторым ограничением в еде, сне, и далее происходит выход группы в какое-то место, где под мостом оказывается какой-то тоннель, они спускаются в подземелье и находят там тело, захоронение, что-то очень древнее. И герой неожиданно узнает в этом теле своего отца. И он, естественно, переживает некий шок, он пробует помочь отцу, там происходит заворачивание, пеленание этого предка нашего в полусырую звериную шкуру, может быть, овечью, коровью, не знаю. И герой начинает чувствовать, что он стал этим телом, и происходит его заворачивание. Вот дальше ясность переживания размывается, но кульминация остаётся очень сильной, ощущение слияния с отцом, с предком, может быть, с Адамом, с некой человеческой сущностью, которая есть и в моём отце, и во мне, и в моих друзьях. Вот это единение, эта забота об этой сущности, это пеленание этой сущности, это такой очень серьёзный момент в жизни любого духовного практика. Вот, может быть, поэтому вы заметили этот рассказ, а может быть, потому что я вынес его на обложку, сделал его названием и сборника, последнего сборника рассказов, и всей книги. Нет, Рокоди, я его совершенно не по этому выделил, не потому что он на обложке, я могу открыть этот, собственно, не секрет, а просто почему именно этот рассказ. Дело в том, что в этом рассказе используется практика из области гештальтерапии и в симбиозе с тонатотерапией. И это практический приём, вот так бы я назвал, со своей точки зрения, как практикующий в этой области. Я здесь вижу практический приём, который я сам неоднократно применял и о котором я беседовал с коллегами. Но здесь он изложен, во-первых, не полностью, а во-вторых, в нём есть некое присутствие, очень большое присутствие литературы как таковой. То есть здесь рассказано о практиках и нечто показано из практики. Но это наводит на размышления, потому что сам по себе человек, вот когда сталкиваешься с каким-то субъектом в экспериментальных или же в целях коррекции, по поводу которой он обращался, и применяешь вот подобную практику, то оказывается, что субъект об этом не имел до этого ни малейшего представления. Вот до момента, пока он с этим не столкнётся, но тут нужен поводырь, чтобы он столкнулся, он не знает, что это такое. Где-то это напоминает, конечно, некоторые шаманские практики, но это далеко, это далеко продвинутое состояние, именно состояние человека, который может многое об этом рассказать. И меня наводило на размышления то, что не сам процесс, вот как происходит пеленание, там и они спускаются в подземелье, под мост, и ещё там у Йоанн Мэя все черепа под мостом находятся, но не вот эти архетипы, а то, что они не обмениваются информацией во время практики. Мне это показалось очень значительным, и мне кажется, почти все, кто будут знакомиться с этим рассказом, в первую очередь обратят внимание не на то, как происходит вот этот процесс соединения с предком, который не является полностью вымыслом, а процесс подготовки к тому, вот к этому шагу. Ведь он, ваш герой, совершенно ничего не знал о том, что с ним произойдёт. Да. Но у него нет никакого сопротивления при действии. Ну да, в этом сообществе существует доверие. Да. Скажем так. Но меня заинтересовал другой момент. Вы где-то сказали, что это состояние, это переживание является в этом рассказе также и литературой. То есть каким-то образом существует представление, что литература, ну с лёгкой руки, что ли, Пушкина, который сказал, что поэзия должна быть глуповата, вот существует представление, что литература должна быть глуповата немножко, и она должна где-то сторониться с одной стороны, ну, рационализма, рассудочности, рассудочности, но с другой стороны, она должна сторониться мистики. Хотя мы знаем из истории мировой литературы, как густо замешана литература на мистике. Кстати, Пушкин очень любил Гоффмана. Ну, конечно, я не только Гоффмана имею в виду, я имею в виду и Гомера с Вергилием, и Апулея, Золотого осла, и Данте, и буквально вся мировая литература, это какое-то прикосновение к тайне, прикосновение трепетное, я говорю о большой литературе, и поэтому я здесь не первооткрыватель, у меня в том, что я пишу, для меня важнее всего именно вот это соединение некоторой глубины состояний и точности выражений. Мне кажется, в лучших местах, в лучших своих вещах я становлюсь предельно документальным. Я боюсь всевозможных красот, всевозможных дополнительных эффектов, максимально экономным для того, чтобы не сбить вот эту линию, линию точности, ответственности и подлинности. И этот момент я очень сознательно провожу и в своем творчестве, и в своей работе с феноменами различных состояний, как низких, так и высоких. Вот, я работаю с десятками, а то и сотнями людей во многих городах и России, и за границей. Мы проводим всевозможные слеты, семинары, практикумы. Я очень много езжу, и все это касается культуры, состояния, культивации, состояний, высоких состояний. Это очень, очень древняя и новая, и новейшая область. Но вот я немножко хочу сейчас... Мы дошли до какой-то точки бафуркации, когда я хочу повернуть немножко разговор. Дело в том, что пока вы рассказывали о принципах такого творчества, я в это время, слушая вас, вспоминал, когда вы сказали о том, что вы близки к документу, вот вы убираете все лишнее, я стал вспоминать те произведения, которые можно у вас назвать мемуарами. Хотя они не вполне подходят под это название, потому что, несмотря на то, что там излагаются события и имена, так как они есть, что характерно для мемуарной литературы, но вместе с тем там присутствует такая высокая степень избирательности, что это превращается в художественную литературу. И вы, ну вот, у вас есть о Яновском воспоминания, есть о других, и вы выбрали каких-то, вот много лет вы прожили в Соединенных Штатах, бывали во Франции, в других странах, помимо России, и вы там встречались с известными людьми. И неизвестными. И неизвестными людьми. И у вас есть и такие, и другие воспоминания. Но вот меня заинтересовали воспоминания о известных, по той причине, что это выбор. Вы вспоминаете не про всех известных, которых вам удалось встретить на своем пути, а только про некоторых. Да. Почему? Почему вот такой выбор? Вы можете хотя бы вот кратко описать для наших зрителей, с кем, кому вы посвятили вот этот свой жанр литературный, и почему именно этим людям? Ну, ответ, по-моему, очевиден. Я писал о том, что я знаю. А знаю я тех людей, с которыми жизнь сводила меня очень плотно. Не в том смысле, что мы долго общались, а в том, что мы общались очень глубоко. И это было очень существенное, сущностное общение. Таким было общение с Василием Семеновичем Яновским, о котором я ничего не знал, приехав в Америку, в Нью-Йорк, и которого я встретил. Это глава о Яновском, так и называется, какой-то русский писатель, какой-то выделено курсивом. Для меня он был какой-то русский писатель. Я ехал к нему в гости, вот именно с этой установкой. Ну, хорошо, парижский, но все равно никому неизвестный. И передо мной открылось феноменальное явление, человек огромного таланта, трагической судьбы. И когда моя судьба стала повторять судьбу Яновского, он мне стал особенно близок и понятен. И ответ на Ваш вопрос, почему выбраны те, а не другие люди, потому что произошла встреча с самим собой через этих людей. То есть Вы хотите сказать, что они на Вас повлияли? Нет, это не совсем так. Допустим, я встретился в Нью-Йорке с Лимоновым. У меня не произошло с ним ничего подобного. То есть я в нем не узнал себя. У меня в Нью-Йорке жил Довлатов. У меня не было к этим людям никакого интереса. У меня было ощущение, что от них я уехал из России. А что касается Яновского, то, конечно, это был мир, который меня необычайно привлекал. Ну вот со всеми девиациями и наложениями, которые присутствуют в этом образе, в образе Яновского. Это не самый блестящий представитель парижской метафизической ноты, но он вобрал в себя столько от Мережковского, от Бердяева, от Фундаминского, Бунакова, от других, от матери Марии, с которыми он жил десятилетия в Париже. Он нес в себе Париж 20-30-х годов, и мне это было очень важно. А Москву в 70-х, откуда я уехал в 73-м, я в значительной мере исчерпал, и мне было не очень интересно, что несут с собой экстравагантные, но довольно поверхностные люди, такие, как названные мною. Знаете, когда я читал ваши воспоминания о Яновском, то у меня было какое-то совершенно неотвязное ощущение, я до этого не помню, какого автора читал воспоминания о Керенском. Интересно. У меня было абсолютно неотвязное ощущение, что вы рисуете портрет Керенского, но с другими, конечно, с другой судьбой, но чем-то эти люди мне показались, вот в мемуарной литературе, ваши и не ваши, показались очень похожими. И, может быть, это связано с очень большой степенью их самостоятельность, я даже не знаю, как назвать вот это качество, когда человек, можно это назвать человек одной идеей, но это не человек одной идеи, а вот это не изоляционизм, не просто самостоятельность, но вот вокруг таких людей какая-то аура, через которую невозможно проникнуть. Да, нужно сказать, что Яновский вовсе не является для меня идеальным героем, напротив, это человек... Так же, кстати, как Керенский для русской истории. Ну, конечно, да, это человек очень неровный, у него очень неровная проза, он написал где-то, издал где-то книг, 15, ну, примерно столько, сколько вышло у меня, прозой. И человек очень неровной судьбы, он, спасаясь, уходя от литературного мира зарубежного, в котором он задыхался, он закончил Сорбону и стал доктором. И многие годы в Америке он лечил негров от алкоголизма в Горлеме. Но отдавая все свои силы своей прозе, он умер нищим, и он был оторван от практически всей русской старой эмиграции. И он бросился к нам в надежде, что мы его поймем. Вы прямо описываете какого-то эмигрантского Чехова. Это был Чехов, может быть, это был Чехов, это был очень страстный, горячий человек, который рубил правду. То есть, если это была плохая проза, он говорил, это плохая проза. Я уже научился лукавить и щадить самолюбие молодых людей, которые дают мне стихи и прозу познакомиться. Он был беспощаден в этом отношении. Ум это или глупость, я не знаю, но это было так. И он не выносил пошлости. Однажды я собрал поэтов местных, нью-йоркских, пожилых, и зашла речь о русской душе, он плюнул, хлопнул дверью и ушел. Потому что это было невыносимо. Интересен его рассказ о Набокове. Можно я его расскажу? Да, конечно, интересно. Ну, рассказ очень простой. Когда он приехал из Парижа, он был автором двух-трех романов. Мы сейчас о Яновском говорим. О Яновском, да. И о его рассказе о Набокове. Да, рассказ Яновского о Набокове. Но он встречался в Париже с Набоковым, конечно, они знали и друг друга, и творчество друг друга. Был какой-то там 50-й год, и я не помню, когда вышла Валита, но Набоков был и до Валиты хорошо известен в американских литературных кругах. И Яновский стал искать связи. Он обратился к критику литературному Вильсону, не помню его имя, и послал ему какой-то свой роман. Вильсон тот же же позвонил Набокову и спросил, кто такой Яновский. Набоков ответил, «He is a he-man». Он «He-man». Американское выражение «He-man» на русский переводится плохо. Это грубьян, это мужлан, это ноздрев, это что-то такое. После чего карьера Яновского была закрыта. Всего-то на всего одна фраза. Всего, да, и какая короткая, и какое короткое слово «he-man». Ну вот о Яновском. Царство ему небесное, он был искренним, страстным человеком и местами блистательным русским прозаиком. В важных вещах Набокову можно бы у него поучиться было в очень важных вещах, касающихся нерва литературы. Наверное, да. Вот судя, если почитать «Иные берега» Набокова, по сравнению, скажем, с «Дарданеллами», то он, вероятно, вы правы. «Дарданелла» Мейновского и «Иные берега» Набокова. Потому что Набоков, при том, что он принадлежал к аристократии, он почему-то, по какой-то причине непонятной, окончательно, он все время стремился стать своим среди чужих. Он стремился вот к этому простонародию, как это ни парадоксально, сначала к русскому, потом к американскому, и в этом заключалась его трагедия, потому что он не мог с этим соединиться никогда, ни при каких условиях. Одновременное понимание того, к чему он стремится, и бессознательное желание попасть туда, оно приводило его вот к такому стилю, который мы наблюдали. Это очень интересно. Наблюдение в каком-то смысле Набоков не мог соединиться с самим собой. Да. Он все время одевает маски, все время куда-то ныряет, откуда-то выныривает и снова прячется. И это и нету в нем центробежного стремления, простите, центростремительности нету в нем. А вот в Яновском есть эта центростремительность, и здесь ничего не поделаешь, это какое-то внутреннее качество, которое у человека либо есть, либо нет. Но все-таки у Яновского там не просматривается какой-то такой психологизм, и он в каком-то смысле он классический писатель. Ох, не скажу, потому что он очень разный писатель, и много страданий я пережил, читая его не самые лучшие вещи. Я люблю его Елисейские поля, книгу, воспоминания, его парижских знакомых, об Адамовиче, которого он очень любил, Георгии Иванове, бог знает, о целой плеяде людей, Фельзин и прочее, и прочее. Это очень хорошая, чистая книга, и где-то радостная книга. Вот, что касается Яновского. Кстати, Дарданилы, это не его рассказ, это отрывок из его романа, по-моему, портативные бессмертия, который еще не издавался в России. Аркадий, я вижу у вас книгу, это, наверное, на литовском языке? Эта книга на литовском, моя первая иностранная книга, а эта книга на русском, второе издание моего исследования, это не литература, Гурджиев и Успенский. Что вас больше интересует, Литва или Гурджиев? Знаете, давайте, чтобы потом перейти к стихам и к Литве, начнем с Гурджиева, потому что, насколько я понимаю, образ этого человека, его устремления занимает достаточно большое место в том, чему вы посвящаете время своего собственного размышления над природой человека. И поэтому мне интересно, я эту книгу не читал, хотя я сам очень интересуюсь и тем, и другим персонажам, они для меня как Макс Энгельс или как Сталин и Ленин, или Ленин и Сталин, я не знаю уж как сказать, но это так. Почему вы обратились к Гурджиеву? Кстати, я вспоминаю один замечательный ваш рассказ, который я многократно цитирую про человека, который страшно ругался, это из рассказов Гурджиева, по-моему, да? Страшно ругался матом и этим излечился, который давал гудок. А, да-да-да, это из Гурджиева, да. Это железнодорожник Карапет. Да-да-да. Это замечательная история, она содержится в вступительной первой главе гурджиевской книги рассказа Вильзевула своему внуку. Карапет работал в Тбилиси, было это то ли правдой, то ли легендой, несколько столетий назад, и его функции было очень рано утром, там, в пять утра тянуть за какой-то за какую-то ручку и вызывать тем самым страшный гудок. Вот, он проработал там несколько месяцев. Это он будил на службу? Будил на службу железнодорожнику, но он будил весь город. И вот проработав несколько месяцев на этой работе он стал чахнуть, у него все болело, он просто погибал. Вот, и однажды он понял, что в чем дело, он понял, что люди просыпаясь посылают ему импульсы, раздражения и ненависти, да, и он от этой ненависти заболевает. И вот тогда Карапет придумал такой замечательный прием медицинский, терапевтический, он перед тем, как дернуть за гудок, он на все четыре стороны посылал страшные проклятия и ругательства. Вот, он ругался так, что небо там дрожало и ад, и гадес. Вот, и после этого он производил этот страшный гудок, и ничего не происходило плохого с ним, он начал выздоравливать, он чувствовал себя лучше и лучше. То есть, он создавал встречную волну вот этого раздражения, и эти две волны сталкивались. Он оказывался как защитом. Вот, это действительно очень забавная история, но с очень интересным наблюдением, в ней зафиксированным наблюдением за тем, как работают энергии, как они могут ранить, как они могут вызвать недомогание, и как можно встречать агрессию психологическую в обычной жизни. Ну, что касается Гурджиева, вы знаете, я прошел через несколько, как и вы, как и любой человек моего возраста, несколько этапов своего развития. Был этап, скажем, российский, московский до 1973 года, когда исследуя вот этот океан мистической литературы, йогов, и суфиев, и так далее, я наткнулся на фигуру Гурджиева и был под сильным впечатлением и от этой личности, и от его простых, ёмких, удивительно концентрированных идей. Вот, и благодаря Гурджиеву произошел некоторый перелом во мне и от многих сентиментов, ожиданий, надежд и такого классического оккультизма XIX века, который господствовал в России в 70-е годы XX века, потому что Россия же на целый век была отрезана от всего мира, мы копали то, что давно уже было забыто или полузабыто, так или иначе фигура Гурджиева оказалась важной в моей биографии, естественно, очень быстро мне удалось отбросить всякие предрассудки и фантазии, связанные с этим человеком, человек был жесткий, человек был не всегда красивый и чистый, то есть я не склонен идеализировать его, но это был человек могучей воли, человек фантастической тонкости, послушайте музыку Гурджиева, если у вас нет, я вам запишу четыре пластинки, это тончайшая, хрупкая, нежнейшая музыка, он оказался в каком-то смысле человеком без языка, то есть он знал десяток языков, греческий, турецкий, армянский, русский, другие восточные и западные языки, но видимо у него не было возможности объясняться с людьми на каком-то языке, вот как мы с вами говорим на русском, как дышим, вот, он и по-русски говорил не особенно, вот, и книги свои он писал или диктовал на смеси русского, турецкого, армянского и так далее. Это, может быть, и служило залогом его музыкальных способностей. Я точно такого же наблюдал музыканта, профессора консерватории реванской, Авет Рубенович Тартерян, он, у него не было языка, которым, как дышим, то есть он, первый его язык был немецкий, у него такая была гувернантка, или как это называлось, на нянька, вот, потом уже в возрасте лет 15 он там выучил русский, и уже в зрелом возрасте армянский, ни на одном из них он не говорил чисто, и путал слова, но при нем была музыка, если он забывал какое-то слово, он вынимал колокольчик японский мог добавить, нечто так того, что это, и может быть у Гуржиева тоже это психологически как-то обоснованно его обращение к музыке, или же вы думаете, что это только связано с его таким миросозерцанием? Я думаю, что в глубине этого человека была удивительная тонкость, хрупкость и вкус и изящество, но по всей вероятности он технически пользовался грубостью, технически. Для чего нужна была эта техника, которая нечто напоминает из зеновских практик? Да, конечно, это была линия и стиль его духовного учительства. Но он же хотел изменить человека, чтобы освободить его, как он считал, ото сна. Да, он говорил о том, что, и писал о том, что внушаемость людей, благодаря которой люди живут в сомнамбулическом состоянии, то ли спят, то ли бодрствуют, является главной причиной несчастья человеческих. И главная задача это дегипнотизировать от человека. Главная задача это не борьба со злом, а борьба со сном. Которые приводило в его практиках вплоть до того, что некоторые люди умирали во время практики. рассказывают о каких-то случаях гибели. Австралийская писательница Фонтебло погибла, и там другие были случаи. Кэтрин Менсфильд умирала от рака и приехала к Гурджиеву для того, чтобы умереть Фонтебло в его в том сообществе, в которое он там создал. Он создал духовное сообщество, он поселил ее на втором этаже над коровником, утверждая, что коровий навоз и коровий дух лечебен для нее. Она прожила какое-то время, год или два, и она, конечно, скончалась, потому что случай был неизлечимый, но Гурджиев не был причиной ее смерти. Рассказывают о других случаях, но есть десятки и сотни людей, которые пишут о Гурджиеве воспоминания и исследования, в том числе я. Мое исследование, очевидно, самое серьезное и глубокое в России, и основательное, по крайней мере, это исследование людей, отдающих ему должное. Человек безусловно выдающихся способностей работы с высокой метафизикой, работы с музыкой, работы с телом человеческим, он ведь создал 300 или более сакральных танцев, которые танцуются во всем мире, от Калифорнии до Японии. Да, это как-то повлияло на развитие танцевальной терапии. Это повлияло на развитие современной культуры, вот этот новый тип культуры, который возник после войны, ну, скажем, несентиментальный, жесткий самоанализ, жесткое наблюдение беспомощности человека, неспособности человека думать, Вы имеете в виду экзистенциалистов, конечно, да? Я не думаю, что экзистенциалисты были ему чем-то должны. Нет, это скорее он, возможно, был им должным, нет? я думаю, что он был настолько глубоко в своем предмете, что он не брал идей у экзистенциалистов. Он повлиял на того же Рене Дамаля, называемого мною, он повлиял на Бертрана Шоу, он повлиял на десятки других известных писателей, композиторов, художников. Это особый стиль, который я не смогу сейчас охарактеризовать, поскольку я не искусствовед, но это влияние было очень серьезным. Аркадий, вы назвали книгу Гуржиев и Успенский, но известна книга Успенского о Гуржиеве, то есть уже был до этого прецедент, когда Гуржиев и Успенский были в представлении самого Успенского. Да. Он написал там, это простирается наверное до исхода Гуржиева из России, книга Успенского. А вот чем ваша книга отличается от того, что сам Успенский написал Гуржиеве? Ведь Гуржиев о Успенском не написал книги. Нет. И он его вообще мало упоминает, можно вот так сказать. То есть в моем представлении, когда я читал Успенского и Гуржиева, у меня сложилось впечатление, что отношения Успенского к Гуржиеву и Гуржиеву к Успенскому диаметрально противоположны. Они не совпадают. Это все равно как, ну вот можно привести сравнение из русской литературы, когда среди литератур ведов много ведется разговоров вот о том знаменитом разговоре Сталина с Пастернаком по поводу Мандельштама. Ну и что это было для Пастернака исследуется, а что это было для Сталина. Вероятно, это было совершенно другое. Абсолютно отношение присутствует как некий культурный факт. Вот мне интересно, у вас книга тоже является в каком-то смысле анализом культурного факта отношения Успенского к Гуржиеву. Без Гуржиева к Успенскому вот эту сторону вы там как-то освещаете или нет? Ну, конечно, здесь намного больше, чем то, что Успенский дал в своей книге относительно Гуржиева и относительно Успенского. У Гуржиева был термин Иуда. Иудами Гуржиев называл своих учеников, которые без его разрешения начинали нести его идеи и работать с его идеями. Таких было множество. Морис Никол, Джон Годолфин Беннетт, Ураж и, конечно, главный ученик Гуржиева Успенский. Гуржиев относился к этим людям критически, иронически и, в принципе, недоброжелательно. Но ведь в учении Успенского совсем не похоже на учение Гуржиева. Вот именно это и вменял ему Гуржиев, что он учит совсем не тому, что переучивать людей после Успенского уже невозможно. Настолько неправильно он все это делает. То есть проблема была в том, что когда Успенский чему-то учил, как учитель, он выдавал себя за ученика Гуржиева. Если бы он этого не делал, то тогда Гуржиев к нему был равнодушен. Но он ведь нес учение Гуржиева. Да, вот я об этом и говорю. То есть Гуржиев отрицал это как собственное учение. Он отрицал это как собственное учение. Вот именно. И то же самое он делал с Оражем, его главным американским представителем и так далее. Ну это интересный случай конечно взаимодействия большого мага и маленького мага Гуржиева и Успенского это интересная классическая история конфликта между учителем и учеником. Ученик бросает учителя, но не может бросить то, что он получил от учителя. И он продолжает работать на учителя, хотя находится в конфликтных отношениях с учителем. То есть порывает все отношения, начиная с 23-го года по год своей смерти 47-й. 24 года. Гуржиев умер на 2 года позже. И это интересные две судьбы, очень тесно связанные между собой, очень поучительные их отношения, очень интересные оттенки их учений. Об этом моя книга. мне довелось в 80-м году в Лондоне беседовать со многими престарелыми учениками Гуржиева и Успенского. Мне удалось встретиться в Париже с сыном Гуржиева, Мишелем Дезальцманом, и провести с ним день. Я дружил много лет Свордом, Пентландом в Америке, который был главой Американского Гуржиевского фонда. Поэтому у меня было много личных ощущений, подходов. Ну вот как с Яновским, вы спросили, почему выбор того или другого, потому что это вошло в мою жизнь и потому что я... То есть вы считаете, что это просто игра случайности? Нет. Или в этом есть какой-то путь, который вы до конца не сознаёте, но вы идёте, потому что у вас нет другого? Я думаю, что случайности, в 60-е годы мы говорили, случайности существуют только для дураков. На самом деле есть определённая канва вашей жизни, моей жизни, и чем более мы не спим, чем больше мы бодрствуем, тем лучше мы видим не случайность того, что с нами происходит. А чем больше мы отсутствуем в своей жизни, тем случайнее нам кажется то, что с нами происходит. Знаете, мне приходит на ум некое математическое представление того, о чём вы сейчас говорите. Дело в том, что при измерениях есть такая проблема устранения случайных и систематических ошибок. Так вот, оказывается, что случайные ошибки, несмотря на то, что они названы случайными, они гораздо в большей степени поддаются математическому аппарату и устранению их при помощи всевозможных вероятностных подходов и других способов устранения. А вот систематические ошибки трудны для выявления. Это то, что невозможно увидеть, поскольку оно присутствует везде и само собой разумеется. Это знаменитая фраза Эйнштейна в ответ на теорию вероятностей, которую использовал Нильсборг, Бог не играет в кости. Но действительно Бог играет в некоторые вероятностные игры, и потому случайность это очень серьезный фактор в нашей жизни, который требует внимания и размышления. Да. Вы мне обещали нечто сказать о книге на литовском языке. Это перевод? Это перевод замечательной литовки. Это первая моя книга на литовском языке. ее зовут Даля Красаус Кайте переводчица моя старая добрая знакомая. О чем эта книга? Эта книга большей частью да называется она как мне сказали веселый и сумасшедший и другие проекты Аркадия Ровнера. Веселый и сумасшедший это моя книга вышедшая где-то в 2000 году о семинарах которые я проводил в Литве там я обнаружил высочайшую вторую высочайшую вершину в мире А2 и мы карабкались на эту вершину несколько недель в Литве вторая высочайшая вершина в мире поскольку Литва абсолютно плоская страна и там даже пригорок это большое событие что-то меня сильно удивили то поэтому моя находка действительно вынудила меня назвать книгу веселой и сумасшедшей в Литве находится это это не относится к литературному творчеству в Литве находится вторая высочайшая вершина в мире после Джамалумбы да конечно но вам надо сначала почитать эту книгу тогда вы эту вершину увидите дело не в искривлении пространства а в искривлении нашего я понимаю она есть но мы ее не видим да восприятие йог здесь но он куда-то вышел вот-вот так или иначе мы две недели взбирались на эту вершину и мы даже однажды добрались до ее вот до верхней площадки там оказалось гороховое поле и мы поели гороха с грядки вот правда мы проголодались очень быстро и за нами приехало несколько автобусов и всех нас отвезло в наш мотель отвезли в наш мотель ну в общем это веселая книга и вот основные главы из этой книги составили костяк литовской книги но интересно что сюда вошли и мои философско-эзотерические эссе и проза вот у меня еще не было таких книг где проза шла бы вместе с вот такой эзотерической философией переводчица сама составила эту композицию да то есть она как бы соавтор ваш в каком-то смысле ну составитель да так что вот эта книжка достаточно веселая вот и яркая достаточно книжка такая вот веселенькая так что мы поговорили с вами и о Гурджиеве и о веселых сумасшедших и о других присутствующих книжках Аркадия Ровнера нет не обо всех книжках потому что мы совершенно не говорили о стихах я хотел бы перейти к стихам и в заключение попросить вас почитать свои стихи вот эта книга этажи Гадеса да книга стихов это первая книга стихов одна из ваших двух книг одна из двух моих книг имеется ввиду двух поэтических книг точно и я читаю ваши стихи а я знаком с вашими стихами я уже не помню ну уж во всяком случае больше 20 лет больше наверное да и у меня всегда возникало впечатление что это очень такая высокая русская поэзия и я всегда с интересом это уже очень много читал ваши стихи и вот недавно я сейчас откладываю эту книгу которую вот я показываю читателям этажи Гадеса Гадес это если кто не знает это некий сын земли который отверг богов и стал стал владыкой мира мертвых вы знаете я все таки думаю что три бога Посейдон Зевс и Гадес он же Плутон поделили три царства Посейдон взял себе море Зевс взял себе небо а Плутон или Гадес взял себе подземный мир может быть это неравный неравный дележ но тем не менее Гадес это слово в моем понимании означает и подземный мир инферно шеол или царство мертвых и означает также царя этого царства мертвых Гадеса или Платона вот это то есть ему больше всех досталось во первых мертвых больше чем живых с одной стороны а с другой стороны если уж говорить о этом сращении с Плутоном то тогда он уже получается и владелец всех богатств поскольку они все там находятся он владелец также своей жены которую Персифона которую он похитил у Деметры вот и это его богатство он также завладел Эвридикой отняв ее у Орфея как нам известно у вас очень много таких сатирических пассажей связанных с этим но в других книгах когда вот вход в этот подземный мир возле него там селятся всевозможные идиоты и которые ну включая Орфея с Эвридикой вместе и всех остальных но если кто-то из наших зрителей подумает что эта книга содержит хоть какой-либо намек на сатирические тексты или контексты то это не так это в основном это высокая лирика ну не совсем здесь есть очень много иронии сатиры это где про Лимоновый нет здесь есть Косыда которую вы тоже наверное помните да конечно Косыда там по-моему а вы можете ее прочесть если я ее найду я прочту ее конечно это не такая уж высокая поэзия это скорее веселая поэзия здесь есть ветеринарный романс если вы помните и много других шуток вот видите я Косыду потерял но она найдется когда придет придет срок дело в том что стихи находятся и теряются это тоже не случайно это очень даже давайте я поищу Косыду а давайте что ему другое а пока мы себе буду искать Косыду вот здесь я вижу у вас на отпечатано на листах то что опубликовано на сайте 45 параллель но это новые стихи которые не вошли в книги как я понимаю да они не вошли в книги и вот я читал этот сборник стихов и то стихотворение которым он открывается оно мне кажется очень таким программным и характерным для вас стихотворением потому что мы об этом еще не говорили потому что вот в вашем поэтическом творчестве и не только в поэтическом постоянно находится в центре внимания нечто что связано с итогом жизни человека не смерть в ее понимании как просто прекращение существования или в каком другом смысле переходе а вот именно итог осознание себя в состоянии завершения чего-то и это часто возникающая часто возникающая тема она как бы сопутствует вашему творчеству и фоново я ее везде наблюдаю не знаю как вы сами к этому относитесь я согласен с вами меня очень интересуют две позиции одна позиция это постоянное не то и не так постоянное ощущение себя незавершенным и себя недостаточным вот и это вот это ощущение всегда связано со стремлением завершить и найти определенную законченность вот и это это одна позиция а вторая позиция это поиск поиск некоторой законченной формы который никогда не может завершиться поиск который идет постоянно но здесь это более многогранный мне кажется стихотворение посвященное викторию андреевой да да покойной моей да ностальгическое стихотворение которое не в том смысле как у данте габриэла рассетти когда он общался со своей покойной женой но в стихах буквально в сонетах он просто с ней годами общался и больше ни о чем ни на чем не мог сосредоточиться но у вас вот это вот движение которое вы осуществляете уже сам по себе и я не знаю как это назвать духовная дружба что ли оно есть и в других стихах и этого достаточно много тут не только незавершенность не попытка осмыслить это как раз вот в чистом виде передача состояния хорошо давайте я немножечко почитаю вы скажите мне когда этого достаточно знаете я косыду нашел но мне кажется сейчас вот пусть только мы сказали много слов вот этих мне кажется она опубликована на сайте едва ли стоит читать и ее прочтут те кому любопытно пожалуй ну давайте я начну сразу с таких вещей резких ночью я плакал на взрыт осознавая потерю друг мой утратив тебя я и себя потерял что значит я и что значит ты я не знаю может быть это метафоры может пустые слова так отчего я плакал наверное правда то что теперь мы с тобой неразделимый мой друг что предпочтительнее всего глухая юность злая старость и беспощадная усталость когда не нужно ничего что предпочтительнее цветок улыбка женщины счастливой или из ручья под хрупкой ивой прозрачной свежести глоток что лучше север или юг надежда или исполнение желание враг или верный друг подарок или обещание о если б знать о кабы мочь догнал бы день укрылся б в ночь но как скажи глупцу помочь слепца от ямы уволочь косноязык я господи и жалок не повинуется мне мой родной язык я строки рифмовать давно отвык и говорить и думать без шпаргалок мой дар убожества и немота я падал ни единожды ни дважды но где-то есть последняя черта переступить которую не дашь ты осенняя печаль наполнила меня дым плыл по небу в сторону реки пустой рукав вытягивая в гриву и отрывая гриву от коня а безголовый конь был амфорой печали наградой бегуна метателя копья он бросил камень тяжелее всех и дальше всех кого воспел пиндар по небу плыл полупрозрачный пар он плыл по небу в сторону реки и плыли очертания руки рисуя и в коня преображая и разрывался конь и не было коня осенняя печаль наполнила меня вот так писали так писалось в 60-е и 70-е но это стихотворение написано где-то год назад почему вы думаете что это в 60-е именно 70-е мне кажется так писалось а вот как пишется сегодня экосистему нарушая угрюмо скалясь среди глыб глотает рыбина большая четыре сотни мелких рыб которых виде косяка в большую пасть несет река теперь без этой мелкой рыбки баланс в природе будет зыбкий ну пожалуй еще одно или два стихотворения просто по просьбе вот то самое первое которым открывается публикация на сайте оно написано с очень большой претензией к самому себе я призванный служить опорой ослабших и слепых кротов поводырем я тот который всем чужд и ко всему готов я видевший себя поэтом неоскверненным суетой о как наказан я за это отчаянием и немотой другие знают все что надо другим даны права и честь нести из рая и из ада благую весть и злую весть пусть так а я по бездорожью пойду один на склоне дней и с наслаждением и дрожью встречаться с маскою своей вот это в конце вот это перебивка в стиле мандельштама просто безумно красивая очень интересная я уже не говорю о содержании мне кажется вот это как раз и есть классическая поэзия а вот это не подобает на шестом витке чтобы висело все на волоске чтобы поток то ник то разливался то иссякал а то взвивался не подобает наполнять пустой сосуд граненый бряной суетой и отрезвляясь безусловно знать чем подобает горечь заливать не подобает в королевстве лис актеров поочерять и за кулис когда одни отчаянно чадят другие молча гадят и глядят а третьи приносят вам фантом и заметают след ободранным хвостом но подобает век самоутраты когда идет расплата за растраты когда гарсон разматывает счет когда шофер гудит нетерпеливо и заявляет женщина крикливо свои права на твой косой полет лететь на ведьме задом наперед а вот у вас по-моему в этой книге есть прощание с Москвой или вот такое стихотворение где названо очень много имен очень интересное наблюдение краткие с Москвой но это написано знаете когда где-то вы можете в 88 или 89 году но это жутко давно тогда я был американцем приезжал в Москву в гости не то ли время когда мы с вами однажды выступили в театре на досках да безусловно это было то время даже немножечко раньше сегодня странно такие стихи читать Россия уже не та Москва не та но оно все равно веселое нет ну да все таки кое-что то еще как мне кажется ну вот из дальних странствий ненадолго в страну сомнительных затей влечет меня не чувство долга не Кремль не Новгород не Волга а просто несколько друзей кваква тебе моя Москва твоя цела ли голова или снова среди древних стен повеял воздух перемен Москва любезный инкубатор цеплят по осени приплод здесь каждый из роботов оратор здесь каждый пригов гесеот пока месь Эдечку и Сашу протискивает Ольга Матич шуршит Мавлеев по углам себя с собой пугая сам а среди новых стоит Виктор Ерофеев и без вина сегодня пьян Сергей Ервандыч Кургинян как мне мила твоя корида когда над шумной толпой летит послушная киприда и машет водкой зверобой как хороша твоя перцовка в ней спрятан перчик остручок как лозунгов перелицовка в ней есть и градус и крючок какие радостные лица у храма под названием пицца а в храме под названием бар прокатишь бильярдный шар и как тут не отдать респект тебе Калининский проспект а у избушки лубиной все тот же воздух ледяной в избушке то и сидит паук и молча делает пук-пук и вот от этого от пука большая обществу наука зато как странно нереальный и как болезненно подвальный и контуры твоих домов и состояние умов мне иностранцу иностранный и темный звук твоих речей и каменные истуканы твоих лукавых лукичей твои газеты и журналы водоотводные каналы в них опредмечена стихия энтузиазм и эйфория за пьянкой идет похмелье а за раскаянием веселье однако наступает час когда на запад через лес зеленых елок и бутылок пеньками грубыми в затылок забота подгоняет нас Москва Москва твой квас заборист и вкус незабываем щей твой дух неистов и напорист твой стих и все-таки прощай прощай безбожный переулок а также площадь лукича и сытный запах ситных булок и уличных шашлычных чад прощай ордынка и таганка лефортово охотный ряд воздвиженка и самозванка и изувеченный арбат прощай марксистский переход где запоздал и пешеход бежит за поездом в час ночи час перекрытия что есть мочи по эскалатору вперед кваква тебе моя Москва скрипят большие жернова у нас еще осталось буквально пять минут из запланированного и отпущенного нам времени и я пользуюсь случаем такой длительной содержательной беседы которая не всякий раз случается к сожалению хотел бы задать просто может быть даже в какой-то степени лично заинтересованный вопрос вот разговаривая со своими учениками в плане культуры состояния или же декламируя стихи и занимаясь другими множественными делами просто беседы как вы осознаете свое влияние на человека с которым вы находитесь вот в таком контакте когда он вам доверяет у меня нет учеников это дихотомия учитель-ученик она принадлежит другому стилю отношений между людьми мы у нас есть община она большая многогородняя десятка полтора городов в России Украина Литва во Франции есть люди связанные с институтом культуры состояния у нас есть сайт www.sostoyania.ru это содержательное общение связанное не столько с моим влиянием сколько с моим опытом и опытом моих друзей вот мне рассказывали и показывали фотографию гуру под названием гендальф он появился в москве где-то недавно и потом он на Таиланде устроил он сам себя гуру называет или он просто как под гурок еще вы знаете он по-моему тоже не пользуется выражением гуру и ученики но он обещает своим последователям вот так щелучком передать просветление понимаете вот это то есть нирвана он не обещает а просветление обеспечено сам он себя называет просветленным вы знаете вот это как раз то от чего я отталкиваюсь я никому ничего не обещаю я напоминаю моим друзьям что любое духовное достижение любой успех на этом труднейшем поприще поиска себя и стремление к высшим состояниям это очень серьезная многолетняя работа которая захватывает всю жизнь человека это не щелчок это не фокус это не мгновенное навеянное на другого человека состояние это подъем всего каркаса базового диапазона состояния человека от самых низких до самых высоких это результат индивидуального усилия и сверхусилия при этом решающим является благословение неба или отсутствие такого благословения поэтому я не рассчитываю на свое мгновенное воздействие или долгое долгосрочное воздействие на людей я даю им огромный материал и очень сфокусированный в то же самое материал который люди могут использовать для работы над собой работы с состоянием это делается не столько через слова это мантры это движения это и танцы это и настройки это и театр мы используем методики и формы которые были открыты в 20 веке знаете знаете вы дыновские танцы это изумительные танцы на открытом пространстве в полях лугах болгарская музыка музыка дынова светлая изумительная музыка ряды идут людей радостных делая простые телодвижения мы заимствовали это у дынова дынов скончался в годы войны второй мировой мы занимались гурджиевскими движениями мы занимаемся всевозможными практиками медитации очень много места в нашей работе занимает поэзия и музыка искусство изобразительное это это не фокус и это не магия подобная той которой пользовался Распутин Гурджиев Блаватская мгновенного воздействия безусловно существует сильное влияние и воздействие мое на моих друзей последователей но оно не запланировано и не рассчитывано на некий фокус и главное мы не стремимся к экзотическим состояниям наркотики всего этого у нас нету во всяком случае это не важно важен важна серьезная перестройка человека подобно тому как композитор рождает песню или симфонию духовный искатель рождает внутри себя внутреннего человека вот подобно тому как мать рождает ребенка вот это это серьезные очень темы и те кого кто приходит ко мне или приходит к моим друзьям уже зрелым они получают то что они могут взять то что они могут взять спасибо Аркадий за содержательно очень интересную беседу спасибо вам к сожалению наше время закончилось уважаемые телезрители это была программа Букинг с писателем поэтом философом и практиком культуры состояния изобретателем этого духовного течения Аркадием Ровнером беседу вел в студии Юрий Проскуряков до новых встреч до свидания всего доброго субтитры субтитры